Доброго времени суток! Хотелось бы озвучить один такой важный ответ на вопрос, который меня уже задают неоднократно и хотелось бы его прокомментировать. Вот сейчас в сети гипермаркетов Эпицентр появилось во многом количестве стенды вот такого содержания. Многие из вас, грибоводы, кто интересуется грибами, вы видели вот такие пакетики на этих стендах. Вот, вот такой вот, вот такой вот. И так давайте будем озвучивать. Знаете, смотрите, вот это так выглядят грибшие таки. В понимании производителя, это украинский производитель, называется семена Украины, то есть они выпустили вот такой вариант, вот так в их понимании выглядят грибшие таки. Вот так их понимание выглядит гриб герицей. Ну, герициум эринециус, то есть это по-латински название на ежовик грибенчатый на русском. Так, это вешенка лимонная, вот приблизительно такой у нее внешний вид. Вот это вешенка розовая, плевротус, сальмонеос траминеус. Вот так она выглядит. Вот так выглядит, что это. Опенок японский. Фолиото он называется. Немеко. Значит, что нужно сказать вообще об этих палочках в общем количестве? Позитивным является очень, ну, одним из позитивнейших факторов становится то, что они наполовину снизили цену вообще на эти палочки. Если раньше стоимость таких палочек у производителя была 40 гривен за 10 штучек этих палочек, то сейчас по их пониманию и ценовой политике они стоят 22 гривны. Значит, для чего эти палочки предназначены? Они предназначены для посела... Сейчас я покажу, что там находится внутри. Они предназначены для посела на пеньки. То есть, вот эти палочки можно засверлить дырки, засеять на пеньки. И производитель утверждает, что в результате должны расти вот те грибы, которые мы видим на этой картинке. Значит, внутри находятся вот такие палочки. Ну, как вы понимаете, это колышки, они продаются в строительных магазинах. Ну, несмотря на это, они тут инокулированы мицелием этих грибов, которые нарисованы на упаковках. И вот такие палочки в результате вы засверливаете дырки, запихиваете вот эти дырки в пеньках и ждете, когда получите урожай. А относительно самих таких вот тут дается на задней стороне какие-то такие общие рекомендации, но довольно-таки... А вот, более детальная инструкция по выращиванию находится внутри упаковки. То есть, для того, чтобы более детально вам понять, подходит вам этот гриб или не подходит, вам нужно все-таки купить эту упаковку, тогда ее вот таким образом вскрыть, и внутри упаковки вы можете прочитать уже саму инструкцию. Это довольно-таки интересный маркетинговый ход, ну, как уже есть. Значит, что мне... Здесь есть такие очень разумные размышления относительно выращивания грибов. Я прочитал вот эти все инструкции, в основном они все внутри одинаковые. Они ничем не отличаются, что для опенка японского, что для герицея, что для вешенки розовые, они все одинаковые. Значит, вот такая вот штука. Тут, да, ну, правильно, они говорят тут о стерильных перчатках, которые нужно одевать. Понятно, что палочки сами, ну, теоретически, должны бы быть стерильными. Есть такая еще умная такая вот вещь где-то была. Да, умная вещь, она именно вот тут хорошо сказано, что вот эта упаковка 10 палочек, она рассчитана на посадку, на один пенек. Посадку одного пенька весом 25 килограмм. То есть, стоимость одной посадки на пенек весом 25 килограмм, а пенек 25 килограмм, это приблизительно, если взять эта длина где-то 50 сантиметров толщиной 25-30, то это будет приблизительно один пенек весом около 25 килограмм. То есть, одна такая упаковочка идет на посев, на посадку на один такой пенек. То есть, стоимость посадки одного пенька вот такими палочками вам обойдется в 22 гривен. К примеру, относительно вообще вот этой ценовой политики, например, я вот предлагаю, очень популярное видео в интернете, многие люди это делали, у многих людей это получается, и грибы растут. Я вот предлагаю, например, свой вариант. Если взять вот такой вот мицелин, упаковка, такая упаковка стоит 70 рублей. Вот в данный момент. Это приблизительно получается где-то около, даже не полных, это не 10 долларов, это где-то 7 долларов. Приблизительно стоит вот эта упаковка 4,5 килограмма. Она рассчитана на 12 посадок. То есть, из-за этой упаковки за 70 гривен можно высеять 12 пеньков того же размера. То есть, давайте пересчитаем немножко в другом таком понимании. Скажем так, 22 умножаем на 12. То есть, стоимость посадки 12 пеньков нам приблизительно суммарно обойдется где-то в 270 гривен. Теперь, ну уже позитивно, я сказал, есть тот момент, что они все-таки наполовину снизили цену на эти палочки, хотя на самом деле, как сами понимаете, это катеричный материал, но ввиду того, что тут он облагорожен грибом, то такая у него цена. То есть, здесь получается стоимость одной посадки, получается, если на гривны считать, то это получается 5,80. Делайте выводы самостоятельно. И соответствую. Значит, смотрите. Вот это у меня палочки вот этого грибаши и таки. Это, значит, мой мицелий. Вот здесь, вот здесь мой. Это семена украины. Вот здесь ровно 100 палочек вот в такой банке. И такая банка стоит 100 гривен. Это приблизительно 12 долларов. Если вам будет нужно много палочек для посева, то, пожалуйста, обращайтесь. И, значит, повествование было бы неполным, если бы все-таки мы не заглянули внутрь, что находится внутри вот в этих пакетиках. У нас уже есть опыт, есть видео посева именно сухого мицелия. Там речь шла о королевской вешенке. Что из этого в результате получилось, из этого сухого мицелия, вы можете вот посмотреть, пожалуйста, вот здесь. Зайдите и посмотрите. Лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать. А сейчас мы давайте проанализируем, что у нас получилось из посева вот этих палочек. Вот реально в таком живом моменте, даже можно, не выключая камеру, но мне бы хотелось ее немножко так переместить, чтобы было лучше видно. И мы сейчас попробуем проанализировать, что у нас получилось из этих посевов.